За прошедшие шесть месяцев текущего года в городе над Бугом в частности и на Брещене в целом наметилась тенденция по снижению количества больных, которые находятся в активной фазе хронического алкоголизма. На 30% стало меньше перенесших алкогольный психоз. Однако говорить о победе над недугом преждевременно. Усилия специалистов в настоящее время направлены на недопущение развития заболевания у лиц, не имеющих диагноза алкоголизм, но злоупотребляющих алкогольными напитками. Вылечить зависимость невозможно. Можно создать состояние воздержания, состояние ремиссии, помочь человеку отказаться от употребления алкоголя, даже если он болеет. А вот не допустить развития болезни, вот это, наверное, сейчас одна из основных задач. Количество лиц, которые употребляют алкоголь, злоупотребляют алкоголь, который поставлен на наркологический учет, с которыми проводятся все необходимые лечебно-профилактические мероприятия, выросло на 11,5%. Последствия зависимости широко известны. Это ухудшение физического и психологического состояния человека. Но, как правило, страдает не только тот, кто пьет, но и люди, находящиеся рядом. Мало того, что они являются созависимыми, так еще и нередко попадают под горячую руку любителя горячительных напитков. В настоящее время в нашей области произошло снижение тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений с 30 до 23. Из них с 10 до 6 снизилось количество совершенных убийств. Вместе с тем увеличилось с 15 и 17 количество фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Проведенный анализ показал, что основными причинами совершения данных преступлений является пьянство. 75% преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. При этом необходимо отметить, что зачастую в состоянии опьянения находятся и как преступник, который совершает переношение, так и его жертва. Одна из важных мер в деле борьбы с недугом – информатизация. Человек, который знает о последствиях алкоголизма, вероятнее всего, лишний раз подумает, прежде чем пуститься во все тяжкие. Повышение уровня грамотности населения – одна из главных целей акции «Брещено за трезвый образ жизни». Все силы общественности направлены на то, чтобы информационно, законодательно снизить потребление, как-то повлиять на вот эту ситуацию, для того, чтобы как бы снизить все-таки потребление алкоголя населения, молодежи в том числе. К сожалению, предупредить заболевание удается далеко не всегда. Что явилось причиной, вопрос в такой ситуации уже не самый главный. На первое место выходит, что делать. На помощь готовы прийти специалисты и люди неравнодушные из разных структур и организаций, а также представители церкви. Наши молодые люди, наше сестричество, они рассказывают, показывают, насколько хорошо и насколько плохо, если человек курит и пьет, и насколько хорошо, если человек оставил эту привычку. Потому что сохраняется в первую очередь семья, а если сохраняется семья, значит, сохраняется и общество. Значит, общество здравомыслящее. Оно понимает, что оно живет на земле. У него есть отчизна, Родина. У него есть церковь. У него есть Бог. Он боится этого Бога обидеть, потому что имеет любовь к ближнему и к Богу. Он живет в высоконравственной жизни. Путь к трезвости, как правило, долгий, но конечная цель – здоровая жизнь. Того стоит. Если не получается решить проблему самостоятельно, необходимо обратиться к врачу. К слову, уровень оказания помощи постоянно растет. С начала текущего года, к примеру, в наркологическом диспансере были выделены койки под специальную программу реабилитации. Курс – 28 дней. По отзывам специалистов и тех, кто уже испытал на себе ее действия, эффект есть и очень существенный. Главное – осознанное желание и стремление самого пациента исправить свою жизнь. У нас в отделении проводится краткосрочная медико-психологическая реабилитация пациентам, которая является комплексным подходом к лечению лиц, страдающих зависимостью. В основу реабилитации положена 12-шаговая Миннесотская программа. На реабилитацию могут поступать лица с установленным диагнозом зависимости, то есть от алкоголя, от других психоактивных веществ, бесплатно, на бесплатной основе. Курс реабилитации – 28 дней и трудоспособным пациентам выдается лист нетрудоспособности.